Здравствуйте, меня зовут Григорий Потемкин, я автор и руководитель проекта realchainati.ru В рамках канала Физкульт я рассказываю вам о китайских чаях. Существует такое понятие, как китайская чайная традиция. И эта китайская чайная традиция довольно далека от традиции русской. Что мы вот испокон веков имеем на Руси? Когда мы завариваем чай, мы берем добрую пригоршню заварки, кидаем ее в чайник большого объема, заливаем крутым кипятком и сверху ставим бабу. И ждем, пока все это настоится, минут 15. Потом эту крепкую черную заварку смешиваем с кипятком, добавляем сахар, лимон и запиваем этим пряники или бутерброды. Китайская чайная традиция совсем про другое. Чайная церемония в Китае это действо. И это действо отдельно от еды. И это действо зачастую даже отдельно от окружающего мира. И когда китайцы заваривают чай, они полностью и целиком уходят в церемонию. Они оказываются в некотором моменте здесь и сейчас. Они сосредоточены на том, что они делают. На этой манипуляции с посуды, на этом паре, на этом аромате, на анализе этих вкусов и этих запахов. Это отдельная, если хотите, культура. И сегодня я расскажу о том, как завариваются китайские чаи. Когда мы завариваем китайские чаи, мы берем большое количество заварки. Нормой заварки является 8 граммов. И завариваем их в небольшом количестве воды. Среднестатистическая китайская гайвань для заваривания чая это 100-120 мл. Когда мы кладем заварку в 120 мл, и она у нас расправляется под кипятком, то она занимает практически весь объем гайвань. Таким образом, мы не настаиваем воду на заварке. Мы проливаем воду через чай. Мы проливаем воду через заварку. Мы проливаем воду через заварку. Одно и то же количество чая можно заваривать несколько раз. Хорошие чаи завариваются 5, 6, 7, 8, в редких случаях 9 раз. Если мы говорим о каких-то выдержанных, породистых, матерых пуэрах, то это может быть 12, 15, иногда даже 18 раз. Таким образом, одна и та же заварка, и мы словно нарезаем ее на вкусовые слайсы. Эволюция этих вкусов, видоизменение от заварки к заварке и является предметом обсуждения за чайной церемонии. И когда вы полетите в Китай, если вы будете достаточно наблюдательны, вы сможете посмотреть, как пьют чай китайские старики. Но вот не деревенские старики, а такие шанхайцы или пекинцы, такие вот седые взрослые мужи. Вы можете посмотреть, что это люди, которые собираются за чайным подносом. У них миниатюрная посуда. Один из них ведет чайную церемонию, заваривают, и они обсуждают какие-то свои темы. Все что угодно. Не знаю, курс биткоина. И потом они прерываются, делают несколько глотков и обсуждают между собой, что в этом чай. Как он поменялся по отношению к прошлой заварке. И идут дальше. Таким образом, чай это некая осик беседы. Что-то, что объединяет вокруг себя всех этих людей. Мы никогда не завариваем китайские ячи в больших керамических кружках с Микки Маусом. Для этого годится специальная посуда. И для того, чтобы быть понятным, я вот в двух словах объясню, что это такое. Чайная церемония всегда ведется на подносе. Поднос – это некий фундамент, некая база, основа чайной церемонии. Потому что в процессе заваривания мы используем большое количество воды. Много воды проливается. И для того, чтобы сделать этот процесс эстетичным, все это должно уходить в поднос. В подносах всегда есть короб. Внизу, куда у нас уходит вся вода. Когда мы делаем китайскую чайную церемонию, посуда всегда миниатюрна. Вот эта миниатюрность пиалочек, миниатюрность чайничков или гаевани, она подчеркивает ценность этого продукта. У нас всегда есть какой-то заварочный девайс. Он может быть любым. Сегодня достаточно большое разнообразие. Это может быть гаевань, это может быть чайник из ясинской глины, это может быть стеклянная колба, в которых принято заваривать зеленые, желтые, красные чаи. Но смысл в том, что в этом заварочном девайсе происходит непосредственно процесс заварки. Дальше из чайничка мы переливаем настой в чахай. Чахай, переводя с китайского языка, это как ча, как чай, а ха это как море. То есть море чая. Это такой всегда открытый сосуд. И только после этого, из этого открытого сосуда, мы разливаем чай по пиалочкам. И здесь вы должны мне задать вполне резонный вопрос. Для чего нам нужен этот промежуточный этап? Почему мы не можем разлить чай непосредственно из чайника сразу в пиалке? Причин две. Прежде всего, китайская чайная церемония это всегда церемония. И если мы ведем ее для нескольких гостей, например, у нас 4 гостя, и я разливаю, то если я буду делать это из чайничка, может случиться так, что последнему я не дотяну, и в его пиалке окажется всего половина, а то и несколько капелек. А в Китае это нельзя. Это потерять лицо. Из открытого чайника мы никогда не промахнемся, поэтому мы сможем всем разлить поровну. Это первый момент. И второй момент очень важный. Пожалуйста, поймите его. Когда мы говорим о заваривании китайских чаев, то здесь счет идет на секунды. И если мы разливаем непосредственно из чайника, то крепость в первой пиалочке будет совершенно не такая, как крепость в четвертой. Это будут два разных чая по своему настою. Для того, чтобы их перемешать, нам нужен обязательно и всегда вот этот промежуточный сосуд, который мы называем чахаем. Итак, в чайной церемонии у нас здесь все очень просто. Играют 4 предмета. Это чайный поднос, это заварочный девайс, это может быть гайван, чайник или колба. Это чахай, некий промежуточный сосуд и маленькие миниатюрные пиалочки. С вами был Григорий Потемкин. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok